В Алтайском крае продолжается реализация масштабного проекта под названием «Мужское здоровье». Его суть в том, чтобы сохранить здоровье мужчин, в том числе и репродуктивное. Ведь по статистике в крае в 60% случаев источником бесплодия в парах являются мужчины, к тому же женщины живут дольше на целых 11 лет. Так вот, о том, что уже удалось предпринять, чтобы мужчины все-таки оставались сильным полом, и что еще предстоит сделать, поговорим сегодня с Александром Неймарком, доктором медицинских наук, главным урологом края, а также с Романом Алиевым, доктором медицинских наук, руководителем Краевого центра Академия мужского здоровья. Здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Вопрос первый, Александр Израилевич, вам. Почти год назад в нашей студии вы уже были, и вы говорили о том, что в крае должны появиться мужские консультации по аналогу женских. Удалось уже эту идею реализовать, и где консультации уже работают? Частично удалось. Первая консультация была открыта в Алтайской краевой клинической больнице. И там как раз руководителем является Роман Анатольевич. Ну да, чуть позже мы ему вопрос зададим. Да. Эта консультация начала работать примерно в том плане, которым мы и хотели, чтобы она и занималась. Она уже год работает? Она работает около года, там уже появляются определенные наработки, и следующим этапом планируется открытие подобных консультаций сначала в Бийске, а потом в Рубцовске, то есть в крупных городах Алтайского края. Это в ближайшее время? Да, это в течение этого и начало следующего года. Смысл в том, чтобы часть районов, которые находятся около этих городов, они могли быть привязаны к этой мужской консультации. Роман Анатольевич, вот сказали мы уже о том, что вы возглавляете первую консультацию. Насколько активно вообще мужчины обращаются? Ну, я бы сказал, что проблема очень злободневна. И мы, помимо того, что к нам обращаются мужские консультации, мы совместно с Центром профилактики, совместно с Татьяной Викторовной Репкиной, выезжаем на производство, на предприятие. И мы, конечно, увидели огромный отклик именно мужской половине населения на то, чтобы проходить осмотры профилактические, проходить лечение амбулаторное. Отклик очень большой, и поток с каждым днём увеличивается. Это действительно так. Потому что я знаю, что мужчин затащить куда-то в поликлинику – это вообще очень сложно. Вы правы, абсолютно. Но меняется время, меняется и подход. Раньше, к примеру, и, наверное, женщинам было сложно объяснить, зачем им делать вовремя определённые профилактические осмотры. Мы, наверное, на этом же пути, мы повторяем, наверное, вот этот путь для женщины, повторяем с мужчинами. Потому что сначала всё впервой. Но у нас создалась хорошая благоприятная ситуация. Благодаря Александру Зравичу объединены детская урология, андрология с взрослой андрологией, урологией. И уже идёт абсолютная такая преемственность. А с какими проблемами чаще всего приходят мужчины? И многим ли удалось помочь вот уже за этот практически год? Ну, в основном, конечно, это мужское бесплодие. Это, конечно, мужчины старшей возрастной группы по раннему выявлению. Заболевание предстательной железы – это аденома, либо это хроническое воспалительное заболевание простаты, либо рак предстательной железы. Это очень актуально. Тем более в Алтайском крае рак простаты выходит уже на второе место после рака лёгкого. Это за последние годы, да? За последние годы. И она будет ещё увеличиваться. Почему? Потому что с реализацией этой программы скринговыми опросами, анкетированием, диагностикой будет охвачено максимально большое количество мужского населения Алтайского края. Я помню, вы опять же говорили, что необходимо уделить внимание в рамках проекта и самым маленьким пациентам, подросткам в том числе, потому что все болезни – это родом из детства. Как в этом направлении идёт работа? В этом направлении, я считаю, что идёт очень успешная работа, потому что в начале этого года в Крае наконец было открыто детское урологическое отделение в Алтайской краевой детской больнице. Очень большую поддержку оказал главный врач, свернув этому проекту. Там работает очень хороший детский приём, который ведёт кандидат медицинских наук Илья Попов. Он занимается осмотром детей, выявлением патологии, их лечением. Тем более сейчас, вон, это всё происходит в замкнутом цикле. Выявляют необходимые операции, тут же её делают. Если консервативная терапия, то центр её проводит. Ну, а те дети, которые подрастают и становятся взрослыми, и нуждаются в наблюдении уролога взрослого, они просто передаются от детей, от детских урологов взрослым. Получается преемственность, о чём говорил Роман Анатольевич. А в центр в это сложно попасть? Вот с ребёнком, например, если что-то проверить его? Нет, это абсолютно доступный приём. Он идёт в амбулаторных условиях, он ежедневный. Там помимо Попова ещё работают два доктора, и поэтому все обратившиеся получают консультацию и помощь. Опять же, из того же самого интервью, помню, что говорили о мобильных медицинских центрах, которые должны выезжать в районы края. Вы его, по-моему, ещё КАМАЗом назвали тогда, этот центр. Какие-то результаты тоже по вот этим объездам есть на данный момент? Да, безусловно. Поезд мужской здоровья, он так и называется. Почему назвал КАМАЗом? Потому что он на базе КАМАЗа сформирован. У нас в диагностическом центре сейчас очень хорошо оснащены штаты врачей-урологов, и это позволяет еженедельно этому поезду выезжать в различные районы. У них существует определённый график, по которому они работают. Они выявляют патологию на месте, они направляют пациентов для дообследования в диагностический центр, а часть пациентов нуждается, если в госпитализации, они прямо их направляют в стационар. Ну и то, о чём говорил Роман Товькович, что вот наш центр медицинской профилактики совместно уже с мужской консультацией тоже участвует параллельно в своих проектах по осмотру пациентов. А каким образом это происходит? Ну они тоже осуществляют выезды, у них свой график. Именно на предприятия, да? Они приходят на предприятия, крупный завод, и мужское население старается собрать и максимально там их осмотреть, проанкетировать. Поняла. А вообще, как часто мужчин надо обследовать? Ну, в зависимости, мы не зря разработали совместно с кафедрой урологии с Александром Зрачевым, может быть, такое интересное название по возрастная андрологическая персонифицированная анкета. Это анкета «Папа» называется, которая оценивает с помощью опросников состояние здоровья мужчины или мальчика, или уже долгожителя на определенном возрастном этапе. И с разработкой этой анкеты мы ее постараемся сейчас внедрить через IT-технологии, через приложения. Попробуем максимально распространить данную анкету «Папа», для того, чтобы мужчины ее заполняли. Заполнив эту анкету, он уже сможет, в принципе, на первом этапе, на доклиническом этапе оценить свое мужское здоровье. Ну а чистота, она, в принципе, прописана и в этапах диспансеризации. А с какой самой большой сложностью, Александр Израильевич, вы столкнулись при реализации этого проекта? Ну, сложностей, конечно, много, как любое новое дело. Может быть, парочку даже назовем. Определенных усилий. Ну, не всегда, может быть, нас правильно понимали, когда мы ходили с этими проблемами. Не всегда откликались мужчины. Вот сторона бесплодия, она более-менее такая на поверхности лежит. Но есть еще целый ряд мужских проблем, с которыми мужчины очень неохотно делятся с доктором. Ну, та же эректильная дисфункция, которая очень сильно отражается на качестве жизни мужчины. И вот здесь нам еще надо работать и работать для того, чтобы мужчина мог раскрыться перед доктором и все с ним обсудить. Не стесняться. Не стесняться. Иногда женщина нам помогает. Часто приходит пара на прием. Жена приводит мужа. И тут уже очень сложно ему будет промолчать о каких-то своих данных. Иногда женщина даже лучше расскажет. Это правильнее, то есть приходить паре, я так понимаю. Я считаю, что да. Я никогда не запрещаю паре приходить на прием, потому что я понимаю, что я от жены могу услышать то, чего мне мужчина может и не сказать. И в этом тоже момент такой сложный определенный. Ну, это вот самая главная сложность, я так поняла. Ну, это одна из сложностей. Их много всяких, мелких, крупных. Но в конце концов они же решаются. Конечно. А что можно тогда назвать главным достижением проекта? Ну, я считаю, что главным достижением проекта является то, что, ну, и власти, и правительство, и президент, все обратили внимание сейчас именно на мужское здоровье. Раньше как-то так мужчины в стороне были, да? Мы сейчас это видим, и я хочу сказать, что исторически Алтайский край один из первых. В 2006 году по инициативе Александра Зрача была создана первая мужская консультация. Это было признано на российском уровне как новое направление развития медицины. И вот этот, вы говорите, какие вот недостатки, да? Так мы 10 лет ждали, да, Александр Зрач? 12 лет ждали. Да, пока нас услышали. Пока нас услышат. Вот это был главный недостаток, я так понимаю. Нет, сейчас я вижу, что идут навстречу, сейчас, ну, работает очень все оперативно. И еще раз говорю, что мы не просто хотим внедрить этот проект здесь, мы хотим, чтобы он был лучшим в России. Ну, вот следующий мой вопрос как раз касается этого, наверное. Каким опытом мы уже, вы уже можете поделиться с соседними регионами? У нас есть определенная структура оказания помощи, которую мы сейчас начинаем внедрять на территории края. Все начинается на уровне ФАПа, где вот там, может быть, мы надеемся, удастся начать анкетирование пациента. А затем уже, после того, как, если анкета покажет необходимость дальнейшего обследования, будет применен этап мужской консультации. Для чего нам она нужна и в Бийске, и в Рубцовске. А уже дальше идет самый верхний этап, это краевая клиническая больница и урологические стационары города, где больному пациенту будет оказываться необходимый объем помощи. Вот такая цепочка, она разработана у нас, и мы сейчас, если внедрим ее в Края, то, конечно же, потом ей могут воспользоваться все соседи, сибиряки, не только сибиряки. На это мы и рассчитываем. А что дальше? Вот проект рассчитан на три года. Сколько вообще времени потребуется, как вам кажется, чтобы статистика, о которой я говорила в подводке, как-то изменилась в лучшую сторону, кардинально даже может быть? Вот полтора года прошло, еще полтора. Хватит ли вообще три года на реализацию проекта? Не хватит. Ну, я думаю, что, конечно, не хватит. Вот и я тоже так подумала. Но если брать вот таких лидеров, к которым мы, я считаю, тоже в России относимся, вот в Екатеринбурге проект уже тоже более 10 лет. Но я думаю, что почему он у нас успешен? Потому что у нас была вся подготовлена научная база, кадровая база. Да, то есть у нас отработаны были методики уже. Но я думаю, что будущее – это за тем, чтобы у нас шикарные природно-климатические особенности Алтайского края. И вот, может быть, наверное, Александр Зрач, он лучше расскажет, потому что мы готовимся вот не просто сейчас вот конференция два дня, 6 и 7 июня, а мы готовимся к Белокурике, к официальному совещанию совместно Минздрава, правительства, Управлению по туризму о именно разработке вот этого революционного направления. Ну, наверное, Александр Зрач, лучше об этом расскажет. Давайте, Александр Зрач, несколько слов. Да, ну, вы знаете, нас давно привлекали наши природные факторы Алтайского края, которые здесь сконцентрированы в достаточно большом количестве. Это и минеральные воды, и лечебная грязь, и лечебная глина. И велись на кафедре достаточно большой объем исследований. Вот в Белокурике у меня будет доклад на эту тему, диссертации написаны, патенты получены. Но все, к сожалению, пока не получило своего широкого развития. Мы надеемся, что если нам удастся к тому лечению, которое мы уже сейчас умеем проводить, еще подключить этап реабилитации в условиях нашего курорта, то это принесет пользу и пациенту, и курорту, и докторам, которые там работают. И, конечно же, в конечном итоге это укрепит мужское здоровье. Программу-то планируете продлить как-то, пролонгировать? Ну, мы, конечно, после того, как завершим ее, будем предлагать нашему Министерству здравоохранения продлить эту программу. Если они убедятся, что результаты есть, я думаю, что они будут. Тут ведь еще одна сторона. Нам же надо обучить врачей. Ведь одни урологи не закроют эту проблему. Поэтому наша завтрашняя конференция, она как раз и нацелена на то, чтобы привлечь других специалистов. У нас там будет секция липотерапии, у нас там будет секция для медицинских сестер, которые связаны с урологическими пациентами. Мы подтягиваем к этому медицинское училище по предложению Романа Тофиковича. И вот это все в комплексе, оно должно дать свои плоды. Ну, я надеюсь, что все у вас удастся. И о реализации программы, когда она закончится, да, три года, мы еще раз поговорим. А может быть и раньше встретимся, когда в конце года будете подводить итоги. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли. И удачи вам на конференции. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что мы сегодня говорили в студии с Александром Неймарком, доктором медицинских наук, главным урологом Края, а также Романом Алиевым, доктором медицинских наук, руководителем Кривого центра Академии мужской здоровья. Редактор субтитров А.Семкин